Началась эстафета «Змейка». Подбирают шайбу хоккеиста. Стартовали они от одной линии ворот. И теперь уже подобрав шайбу, у другой должны, не ошибаясь. И вот как раз то, что сейчас Яна Низкова снёс. Один из столбиков не самый лучший вариант. Ну и я напомню, здесь определяется всё двумя параметрами. Первый, естественно, это быть быстрее, ну а второй не допускать ошибок. Технически действительно вот этот непростой конкурс, кажется, да, но что так же просто обвести стойки. Мы видим, что сбои происходят в большинстве. Это потому что всё равно, как ни говорят, такой дружеский конкурс. Но каждый хоккеист имеет самолюбие и выходит здесь, доказывает свои лучшие качества. Приличный запас пока что у команды в красном. И Максим Сушинский сейчас пытается его сохранить. Насколько получится, Торосон чёточку отыграл. Вообще на старте ещё, когда только стартовали Сушинский и Торосон, преимущество было у команды в красном чуть больше. А чем ещё хороший этот конкурс? Тем, что до самого последнего буквально шага неясно, кто выиграет. Потому что в шаге можно потерять любой момент, а ты должен будешь вернуться, и потом это столько всё равно обыграет. И мы видим, что вот уже синий практически догнал. Морозов почти нагнал уже, да. Алексей Морозов сейчас на этом этапе отчаянно стремится догнать ушедших вперёд западников. Винхандель, конечно, очень техничный. Я скажу, что вот эти виражи в лиге, наверное, один из лучших. Потому что когда он набирает скорость, в этом углу поймать невероятно тяжело. Александр Радулов. Радулов видел такую тактику обводки шайбы совершенно уникальную. Предложил, он её не обводит вокруг стоечки, а подпускает перед ней. Именно вот как под крючку подпускают. Но не знаю, как судьи прореагируют на это? Ну как бы они ни прореагировали, догнать всё равно не удалось. То есть даже если бы, вот если бы Радулов за счёт этого сумел выиграть, то тогда, может быть, судьи бы и задумались. А так, в любом случае, команда Яшина выигрывает второй конкурс. И после трёх конкурсов, соответственно, Яшин Тим выигрывает со счётом 2-1.